Здравствуйте, господин Драчков. Сегодня мы присутствуем на тренировочном сборе молодежной команды России по дзюдо до 20 лет. До 21. До 21, да, с новыми правилами, до 21 года. Скажите, вот этот сбор сейчас как бы на начало подготовки к основным стартам идет, да? Первый этап подготовки к чемпионату мира и к чемпионату мира. Я к чемпионату мира и к чемпионату мира. Все присутствуют, члены сборной команды, какой вот этот первый сбор, или кто-то там сейчас не доехал, или кто-то еще готовится только к приехать. Какой распорядок сейчас сбора? Все основные здесь, все основные здесь, кому надо, все на этом сборе присутствуют. А так как сбор за свой счет, поэтому, естественно, у кого деньги были, скажем, из дублирующего состава, те приехали. Ну, я смотрю, на сбор еще есть ребята, которые не сборные, они как просто за свой счет. За свой счет плюс местный предъявляться. Какая программа этого сбора, какую продолжительность этот сбор? Базовая, УФП, пересечение, татами, ковер, борьба, отработка техники. Сколько по продолжительности этот сбор будет идти? У нас получается 17 дней, 17 дней. А какие планы после этого сбора? После этого, на море, сейчас едем с другим составом. В Австрии. 31-й, так. А в Австрии что будет? 2-й, там надо будет ребят тоже посмотреть. И после Австрии встречаемся в Токсе. Это с 13-го числа. С 13-го, 13-го июня. А в связи с какими-то вот, так как изменение правил, как-то повлияло это на борьбу молодых зудаистов? Какие-то или... В принципе, ребята атоматировали сейчас. В принципе, Кубок Европы прошел в Питере, Кубок Европы в Леоне прошел. Никого не дисквалифицировали, да? Ну, особо, да, таких пока не было. Что-то такое там, серьезное что-то было пока. Как результаты по их двум Кубкам Европы? Скажем так, неплохо. В Питере неплохо отборолись. Ну, ожидаемые, которые вы так как ожидали? Ну, приблизительно, да. Что ожидали, то и получили. А если какие-то травмы или что-то еще у основных номеров, или все нормально? Пока все нормально. На чемпионат Европы поедет один участник от команды, или сейчас как по регламенту? Значит, получается у нас 8 плюс 2. Ну, тут получается 7 плюс 2 плюс 9, у нас получается 8 плюс 2. То есть 8 основной составы плюс 2 человека. На усмотрение. На чемпионат мира такая же схема, да? Какие-то мысли о результатах на чемпионат Европы? Есть ли кто, предположительно, будет в призах? Ну, у нас команда, в принципе, с прошлого года осталась. Поэтому, что уже все наказаны, как раз, что ребята уже не первые живут в команде. Поэтому, естественно, уже есть свои лидеры и есть уже планы на этих ребят. Ну, естественно, есть планы. Из вот, получается, как бы молодежной команды, привлекается кто-то на сбор в основную команду? Может, что у нас есть Антоша, Кривококов, Ишимов, Олег Кривоков, Ишимов, Олег Кривоков. Соответственно, с основной командой был здесь. Это не мешает, как бы, подготовке вашим? Ну, у нас получается, если пересечения нет, пересечения нет, то есть, то ребята в Олимпийской команде. Если у нас два сбора, то есть, как бы, общаемся с главными тренерами, и тренерами, и основной командой Олимпийской, и взаимопонимание. Друг друга понимаем, и нет никаких таких непониманий. А вот, я так понял, в Кубке Европы, которые прошли в Лионе, это были Кубки Европы по взрослым или это был в Дон Сиэтном уголе? А кто-то из состава юниорской команды участвовал в таких, во взрослых? Только Антон играл, да, пока? Он у нас боролся в Велесе, в пятом основе. В Велесе, в пятом основе. То есть, один пока только привлекается, так, основной, да? Ну, пока в основном, да, один. Ага, вот сюда, да. Как бы, один. А состав тренерского штаба увеличился по сравнению с прошлым годом, или так же осталось, сколько у вас, раз, два, три, четыре человека, да? Ну, это то же самое, да, у нас, как бы, все равно есть определенное количество тренеров, и больше брать его делиться под ним можно будет привлекать. У нас три тренера, плюс, ну, еще профессионал, так же, доктор, богат. Значит, основные старты, они на осень, да, вот Европа и мир на осень назначены, сентябрь-октябрь. После этого уже отдых до Нового года. Нет, после этого не будет. После этого у нас еще в городе Иконе, и мы надеемся, что мы уже финансируем. Корею надеемся еще с ним. Корея, Иконе. Ну, так, вы, как главный тренер, довольны? Старший. Старший тренер, да. Да, Гусев, старший тренер. Вы довольны, как подготовкой, довольны ребятами, как они готовятся, как их отношения к работе? У нас всегда ребята хорошо, и отношения к работе у наших ребят всегда хорошие. Всегда рады, надеюсь, в дальнейшем году. Хорошо, спасибо вам большое, успехов на здоровье.